Субтитры делал DimaTorzok Нарушение недопустимое. Основная задача добиться, чтобы работы на борту Цепелина проходили по плану и без помех со стороны сопротивления. Или это было? Ладно, не важно. Цепелин. Мы переходим. Выполняем. Кружок Крейсау и Золотой Рассвет подозревают, что Тотенкопф планирует испытать с борта Цепелина некое сверхмощное оружие на основе энергии Черного Солнца. Похоже, они правы. Нацисты спешно выводят войска из города. Я прорвался на аэродром и проник на борт грузового судна, которое следует к Цепелину. Надеюсь, я успею остановить безумца прежде, чем он уничтожит Айзенштадт и сопротивление. Ну да, не все данные. Ну, у нас следующее задание, ну, миссия перемещения Цепелина. Хотя, ладно, плевать, сейчас Тот выйдет. Так, давайте сразу по данным, что здесь 9 данных и только данные. Ладно, уже минус 1. Пока вылезет. А, вон, в чем твоя способность. Он, когда взрывается, он запрещает мне не использовать магию. Так, подожди, здесь должны быть бак с силой. Да, вот он. Какая-то штука. Жалко, что я в нее посмотреть не могу. Подзорную трубу. Так, я сейчас немного задумался. Данным. Согласно приказу Тотенкопфа, доставка оборудования, имеющего отношение к тени, должна осуществляться в первую очередь до остального оборудования и материалов. Артиллерийские орудия, связанные с тенью, должны быть в кратчайшие сроки доставлены в среднюю часть ангара. Контейнеры со знаком секретности необходимо доставить в строго охраняемую зону в передней части. Так, сила, хорошо. Внимание! На паркур, наш житель! Отрядом обыскать весь корабль и найти нарушителя! Главное, не чути! Да ладно, я буду убивать. Главное, чтобы вы как раз не поступали в спину и не атаковали. В скором времени ожидается прибытие моего гостя. Я хочу, чтобы его незамедлительно припроводили в передний отсек Цапелина, где мы с помощником будем его ожидать. Не заставляйте меня ждать ни на секунду дольше, чем это будет необходимо. Что вы хотите только сейчас мне сказать, что я пять штук пропустил где-то? Я же только сюда спустился, подождите. Я первые данные здесь подобрал, алло. Вот здесь вот были первые данные. Какого черта? Подожди, я вот эту пушку улучшал. Ммм, хуй его, если так. А где остальные данные? На-ка, рутяк. Странно разбросанные есть данные. Вчера не нашел, зато уже пять данных. Ладно. Окей-докей. Я не знаю, что ты там. Хотя могу сделать так. И все. Я хотел посмотреть. Я хотел просто посмотреть, что там. Больше я пойду смотреть. А, он умер. Ну и по делам. Капитан, секретное оборудование в переднем отсеке Цепелина должно охраняться вашим самым лучшим отрядом охраны. Ни при каких обстоятельствах это экспериментальное оборудование не должно получить повреждения. Команда, охранявшая его в больнице, не справилась с заданием. Я уверен, вы не хотите, чтобы ваших людей постигла их участь. Странная раскинутая с... Для чего я сюда пришел, подожди. Ребят, сори, если что, лучше бежать вам. О, да, я знал это. Я знал это. Что-то не зря тут лифт лежит. Да, лифт лежит. Я ничего не делаю, он просто сам катается по лифту. Я не могу. Чего стелс попробуем? Вот мне интересен стелс. Охуенно стелс. Ну и блин, я надеюсь, в следующих сериях игр они стелс вам сделали. Ну я просто не играл. старый но в новой версии я просто не играл и я поэтому не знаю как там целости на сделали надеюсь годные чтобы на можно как просто прийти по стелсу кстати хотя то что у меня способность очень быстро убивает все это довольно круто то есть они ваншотят этих типов наверно просто короче понял а а я нарисую назвали сюда так возвращаемся выполняем энергию взрываем два этих можно быстрее слабый источник слабый источник что это было за дерьмо почему он не мог зажать алло блажка ложка вич вот ее проблему еще одна херня где создаются эти монстры они это портал я очень признателен вам герд доктор благодаря вам мы узнали где следует вести раскопку на мои данные можно положиться именно я сказал что на вокзале будет янки и устроил ловушку на каролину бекер это правда но последние данные о портале вызывают сомнения как убедиться что он останется открыт уверяю вас мои ученики верно истолковали тулийские манускрипты портал будет работать да ваши ученики они так и не догадались о ваших истинных намерениях что вы притащили их в айзенштадт чтобы переводить тулийские манускрипты для третьего рейха нет блажкович отвлек их на свои делишки они ни о чем другом и не думали золотой рассвет не подозревает о нашей работе а моей работе доктор не наш как скажете пожалуйста давайте войдем в черного солнца я хочу воочию увидеть то из-за чего вынес столько насмешек простите доктор но вас ждет совсем иной путь а уф видерзе поднял он но я бы хотел то сам бы сделать на самом деле скоро будет произведен выстрел и ладно оборудование грамм предупреждения поэтому то они мне включать его стреляют поливать данные не все собранность я понимаю ваше волнение доктор однако вам не о чем беспокоиться мои люди прекрасно осведомлены об опасности связанные слегка воспламеняющимися материалами поэтому курят на безопасном расстоянии возможно вам следует заниматься вашими пробирками а сражение предоставить настоящим мужчинам хотя если данные недалеко почему бы их не найти и там типа если а хотя пошли не встраивать и данные мы может даже сделаем то что это будет последний сериалов вообще потом я начну бурдерленд второй проходить я не знаю я не знаю это в 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 Угу, а здесь у нас что? Здесь я просто под защитой. Не знаю, кого я убил, да и посрать мне кажется. Ты не сможешь прятаться, ведь? Ну, вам кто-то энергия-то дает, а, ведь? А, ну, иди сюда, тварь. Умный, он какой иштейн. Я считаю, какой умный. Так, да, ну и поехали. Теневые орудия и накопители энергии не должны храниться в обычных оружейных ящиках. Подобные предметы и виды вооружения являются особо охраняемыми объектами, и должны перевозиться непосредственно в режимные зоны. Угу. Поехали. КООЛ! это круто так круто огонь у меня есть другой план м м м м м м м я на мостике правая роля а шевардова дорожка . так здесь у нас закрыто не зря здесь пулемётики стоят ох не зря чувствую м 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 штурмовка подождем и мощный ли он вообще тихо 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 укрытие выполняем а вы думали типа вы такие умные слышали вы быстро запустили как она работала или бабушки всем посношу еще раз обращаю внимание на важность постоянного наблюдения за устройствами откачки энергии черного солнца неожиданный выброс энергии может привести к перегрузкам аппаратуры подобная перегрузка приведет к катастрофическим последствиям для цепилина нормально я кажется продолжать стрельбу я кажется так и должно быть а что делать объясню что поможет но я сюда и так пробежал а тут рычажок был зашлип и активную главную оператор где и а и и и и Ааа, куда пулять? Я пушить хочу, блядь. Давай ведется, хер знает откуда. Все, мы идем в черное солнце, ребят. Я проник на борт Цепелина и подслушал разговор доктора Александрова с Тотенкопфом. Оказывается, Александров и был тем самым Кротом. Но он работал не один. Судя по всему, Антон Криги тоже передавал информацию нацистам. Затем Тотенкопф казнил Александрова. Если честно, мне его совсем не жаль. Теперь я должен последовать за Тотенкопфом и Гансом Гросса в мир Черного Солнца, чтобы помешать им уничтожить Айзенштадт с помощью сверхоружия. Вот. И теперь, ребята, если здесь... Данных, по идее, нету, да? А, ну все тогда. Это, походу, финальчик. Сейчас нам... Да, орудия. Орудия, орудия, оружие. И финальный босс. Поехали. Акент Блажкович! Вы всегда умудряетесь появляться в неподходящее время. Поэтому я заранее принял меры. Хе-хе-хе. Красота, верно? Беспредельная энергия. Она уничтожила Тулийскую цивилизацию. Они проиграли. А мы победим. Мы обуздали ее с помощью технологии. В ходе первых испытаний мы уничтожим Айзенштадт. А следом за ним я сбеду все, что стоит у нас на пути. Мир падет на колени перед Третьим Рейхом. Жаль, что вы не увидите свастику, гордо реющую над Белым домом. Ханс, стреляй. И на этот раз не подведи меня. Меня. Я воль. Хе-хе-хе. Аутбидер Зейн, Блажкович. Вот он так, Блажкович. Мой медальон столь же силен, как и твой. Наши силы равны. Может, еще раз он. Аутбидер Зейн, Блажкович. Чего? Что за фигня? Подожди, я что-то не врубился. Щит заключается в том, что... Я должен просто прятаться за этим, так? Попробуй как-то вернуться. Попробуй как-то вернуться. Да, получил как следует. Погоди, не умирать. Если я буду так ездить, то он что-то еще и сделает. Погоди, не умирать. Мне не уходить, это скидка. Я был умирен, чтобы следить, наш парень. Ни хрена не понял. Может, мне нужно по печатям этим бить? Попробуй как-то вернуться. Хотя я могу сделать таким образом. Что за фигня? Попробуй как-то вернуться. Но я вижу, что я не вижу. Я не вижу. Попробуй как-то вернуться. Но меня спасет машина черного солнца. Попробуй как-то вернуться. Думаешь, это меня остановит? Да! Я слишком хорошо. Давай. Попробуй. Ты уничтожишь оба наших щита. Плевать. Я щит почти не использовал. Я умирю тебя! Не забывай, что щит я почти не использовал. Что больше нет, мне они и не нужны. Я могу изменять свое время. Я... Я... Ты прячешься в лошадь. Я готов всех к смерти. Ура! 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 Мы положим награды! Ура! Ура! Подожди, куда меня находят? Субтитры делал DimaTorzok 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 короче главное на одном месте стоять дай бегать хотя бы немножко хотя бы немножко но отхилиться надо все давай на парень а а а чего чё то я не шарим я знаю что понял это то что я должен был быть наверху на самом деле так у меня только улучшенный урон это все что ты можешь чем не делать нужно очень странно битва а перезаряжайся где моя слайперка о подожди тут же патрон можно взять короче мне нужно сразу уничтожить как мы только его видим да все тело не начал а что мне делать как Короче, как говорится, я не шарю, сори, я побежал. Понимаю. Вот это весело. Навально тупо. Так, контр. От меня не уйдёшь, плаща. Можно я поднимусь? Безопасненько. Ага. От меня не уйдёшь, плаща. Почему ты прячешься? Я почему-то так и думал, что он так и может произойти. Приходи, подлый кросс. А, он их бесконечно смотрит. А, он их бесконечно смотрит. А, он их бесконечно смотрит. Мне кажется, у меня поле заканчивается, слушай, приятель. Давай как-то мирненько разойдёмся. Всё? Ну, мне кажется, это почему-то не конец. Так ведь? И что дальше Это сейчас Так, где мы там Супер-дупер-пушка Эм, до сей раз не уйдешь Эм, чего? От меня не уйдешь, флешковик! Заново отсюда! Вы гоните? Вы издеваетесь? А чему ты прятешься? Отпаясь! Уничтожьте машину Можно, пожалуйста, сразу говорить, что мне делать? Потому что я не шарик Я убью тебя за это, флешкович! Вы быстрее Словить! Все закончится Сейчас Вы мне главное скажите, как ее уничтожить Почему ты прятешься? Человек Еще раз не получишь О-о-о-о-о! Ха! Выжди такой уж смелый флешкович! это все что я могу если если бы я мог хотя бы понять вам не стрелять нет похода не сюда а все ссоре Вам не победить! Ты слышишь? Вам не победить! Поехали! Поехали! Директор, задание выполнено. Генерал Цета ликвидирован. Его исследования прекращены. Поскольку Тулийский портал и сверхоружие разбились вместе с Эпелином, доступ в мир Черного Солнца закрыт навсегда. Медальон также утрачен. При разрушении портала он превратился в оплавленный комок металла из стекла. Айзенштадт освобожден от нацистов. Сейчас он под контролем кружка Крейсау. К сожалению, Золотой Рассвет прекратил свое существование. Несмотря на предательство Александрова, они могли бы стать ценными союзниками. Что касается Тоттенкопфа, Хотелось бы верить, что он погиб в катастрофе. Но я боюсь, что мы о нем еще услышим. Биджей Блашкович. Ну, в принципе, это все. Ну, 9 минут мы дрались с боссом, но... Да, это жестко. Ну и титрики, титрики. Ладненько. Что можно сказать вообще об игре? Довольно прикольно. Ну, хотя это 2009 год, да, будем честны. Графика немножко такая, средненькая. Большое разнообразие оружия, ну... Половина то, что мы вообще, можно сказать, не используем. И способностей тоже мы вообще не использовали, считай, щит. Пробивной способности, да, это прикольно. Ну, потом, ближе к концу, потому что нужно использовать на более таких бронированных врагов. И замедление времени классно. Вот, замедление времени охерительное. Замедление это самое прикольное, что может быть именно здесь, в игре. Из оружия в начале МБО это начальная пушка немца вот эта. Потом... Улучшенный... Ну, автомат улучшенный только. И все, в принципе, мы используем только автомат этот улучшенный. Также можно отметить это... Плазменную пушку вот эту, которая просто уничтожает и расщепляет все на своем пути. Против боссов. Она просто... Муа, охерительная. Музыка, атмосфера. Ну, по атмосфере, в принципе, средненько. Разнообразие врагов. Разнообразие врагов, но... Немцы, улучшенные немцы, немцы... Ну, или фашисты, давайте их так назвать. Фашисты, которые... Командиры. Больше запомнились это... Нюхачи. Зомби. Зомби-подрывники, как я понял. Скелеты. Скелеты есть два вида. Это зеленый и красный. Красный. Это с автоматами. Зеленые. Это, которые плюются. И потом шишковидные девчата какие-то. Одни с хлыстами. Другие с какими-то сутящимися доляками, которые воскрешают мертвых. И обычные, которые мтают ножики. Из боссов можно было отметить... Сколько вообще всего было боссов? Первый босс это у нас был... А я не помню. А я не помню. Я помню сразу червяка. Инопланетную херовину. Огромную блоху. А что за первый был боссов? А, это вот этот профессор, да? Который мы в портал потом запихнули. Ну, его можно считать не боссом, когда мы его просто расщепили нахер. С помощью пушки. И финальный босс довольно странный, потому что... В каких-то моментах мы просто были в тупике. Если бы я не знал то, что с помощью красной стены можно пробивать щиты... О, камон, я бы вообще не знал. Ну... Из-за разнообразия уровней это у нас были гробницы, обычные улицы, фабрики, канализации... Потусторонний мир. Ну, именно такого, что яркого, впечатляющего, довольно не было вообще. Была, может быть, коссцена эта, которая показывала черное солнце. Мне было бы... Мне кажется, было бы прикольно, если бы они немного разнообразили эту фигню с потусторонним миром. И... В потустороннем мире были бы не эти жучки, которые почти нас не атаковали, если бы, конечно, я бы не проверил, что их можно убить. Эм... Так сказать, обычные зомби. То есть, знаете, там нашествия, я думал, потусторонний мир, типа, они включат генератор, да, там, заполнят... ...всю фантерштейльно. Мы будем просто ходить убивать этих мертвяков, превращенных в обратимых. И все в такое. Тухи. Ну, еще и стильных там были эти ж... ...мужики... ...в обычных оружиях, ну, типа, защитой. Книжники, это, походу, мои вот эти. Потом... ...мужики-огнеметчики. Танки, это что-то, чем-то. Просто наверх там, казались, и все, он будет просто вращаться около тебя и искать пытаться. Ладно, давайте, я думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому... ...всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... ...всем до следующих серий игр в Wolfenstein. И просто до следующих игр. Всем пока.